Иисуса и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Боистос воскресе! Из поучения святителя Анатеза Тауста. Если отрок каждый день ходит в школу, а между тем ничему не научается, уже ли будет достаточным в наших глазах оправданием для него то, что он ежедневно ходит туда? Не выставим ли против него самым большим обвинением то, что он ходит туда каждый день и делает это без пользы? Так станем судить и о нас самих, и скажем себе, столько времени ходим мы в церковь и причащаемся страшной и спасительной вечерей. Но если будем выходить отсюда все такими же, какими приходим, и не исправим ни одного из своих недостатков, какая будет нам польза отхождения сюда? Многие дела делаются не ради их самих, но ради их последствий. Например, сеющий не для того сеет, чтобы только сеять, но чтобы и пожать. Так что если этого не будет, сеющий потерпит убыток, сгноив понапрасну семена. Купец не для того плавать, чтобы только плавать, но чтобы через мореплавание умножить свое имение. Так что если этого не будет, последует крайний убыток, и мореплавание купцов окажется вредным. Так будем рассуждать и о себе. И мы ходим в церковь не для того, только чтобы побывать здесь, но чтобы вынести отсюда великую духовную пользу. Итак, если мы будем выходить отсюда без всякой пользы, то и усердие будет нам в осуждении. Дабы не случилось этого, и нам не причинить себе крайнего вреда, по выходе отсюда рассуждайте, друзья, между собою, отцы с детьми, господа с слугами, и старайтесь выполнить, что вам заповедано, чтобы когда опять сюда придете и услышите от нас наставление о том же предмете, не прийти вам в стыд от упреков совести, но радоваться и веселиться, видя, что большая часть наставлений вам уже исполнена. Но не здесь только будем так любомудрствовать, потому что этого кратковременного наставления недостаточно для искоренения всего худого. Пусть и дома слышит об этом муж от жены и жена от мужа. Пусть между всеми будет взаимное соревнование в исполнении этого закона. И упредивший в исполнении пусть обличает неисполнившего, чтобы упреками сильнее возбудить его. А кто отстал и не исполнил, пусть смотрит на упредившего и старается скорее догнать его. Если будем думать и заботиться об этом, у нас скоро пойдут успешнее и другие дела. Ты позаботься о Божием, и Бог попечется о твоем. Ничего не исполнишь и делается беспечным и скоро падает духом. Но кто создает о себе, что исполнил хотя одну заповедь, тот ободренный этим, с большим рвением приступит и к исполнению прочих заповедей. Потом, исполнив другую, скоро перейдет к следующей. И остановится не прежде, как достигнув самой вершины. Если и денег, чем более кто приобретает, тем более еще желает, то тем более это может быть в отношении духовных совершенств. Вот почему я спешу и тороплюсь дать начало делу и положить в душах ваших основания добродетели. И прошу и моляю вас помнить слова мои не только в настоящий час, но и дома, и на площади, и где бы вы ни были. О, если бы мог я постоянно быть с вами, тогда не было бы мне нужды в этом долгом собеседовании. Но как это теперь невозможно, то помните вместо меня слова мои. И, садясь за стол, представляйте себе, что я вошел, стою пред вами и внушаю то, о чем здесь теперь говорю вам. И где только у вас зайдет речь обо мне, прежде всего вспомните об этой заповеди. И эту награду дайте мне за мою любовь к вам. Когда увижу, что вы исполнили эту заповедь, тогда и я достиг всего. Получил полное возмездие за труды. И так, дабы вы и нас сделали более ревностными и сами были бодры, и приобрели больше легкости в исполнении прочих заповедей, сохраните тщательно этот закон в душах ваших. И тогда узнайте пользу моего наставления. И золотая одежда, конечно, бывает красива, если даже просто смотреть на нее. Но она окажется нам еще красивее, когда наденем ее на наше тело. Так и заповеди Божии прекрасны. И тогда, как только хвалят их. Но они окажутся еще прекраснее, когда их исполняют. Вот и вы теперь хвалите слова мои только на короткое время. Но если исполните их, то всякий день и во всякое время будете хвалить и нас, и самих себя. Но еще не важно, не важное дело, что мы будем взаимно хвалить друг друга. Важно то, что сам Бог восхвалит нас. И не только восхвалит, но и наградит теми великими и незреченными дарами, которых, да удостоимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу и Святому Духу ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Благодарю, благо.